Наркоз Здравствуйте, зрители канала ветеринарной клиники Биомеда. Тема этого ролика – наркоз в ветеринарии. Наркоз – это немного устаревшее понятие. Наркоз – это общая анестезия. Анестезия – это специфический глубокий сон животного с отсутствием любой чувствительности. Анестезия, по сути, это обезболивание, анальгезия. Во время анестезии животное не только обездвижено, но и не чувствует никаких болевых ощущений. Анестезия определяется в зависимости от возраста пациента, от степени сложности его состояния, породной особенности, особенностей организма животных. Анестезия бывает нескольких типов. Миорелаксанты – это препараты, которые вызывают расслабление мышц организма. Гипнотики – препараты, вызываемые наркозный сон. И препараты общего обезболивания, которые, соответственно, вызывают обезболивание организма. В зависимости от процедуры, которую необходимо провести животному, используют или комбинации этих типов анестезии, или используют один тип, то есть мононаркоз. Например, для проведения стрижки животному, для чистки зубов, достаточно седативного действия гипнотиков, то есть используется моноанестезия. Для проведения полосной операции будут использовать комбинированную анестезию. Например, во время проведения операции стерилизации кошки, кошка спит в наркозном сне, при этом у нее сохранены все жизненно важные функции организма, но кошка не чувствует никакой боли. После выхода из наркоза кошка ничего не помнит. Использовать терапевтические дозы препаратов для анестезии не оказывает значительных влияний на организм. Но так же как у всех препаратов, у препаратов для анестезии тоже есть побочный эффект. Поэтому полностью безопасной анестезии, к сожалению, не бывает. Для определения анестезиологического риска нужно учитывать не только состояние организма животного, но и сложность длительности операции. При длительном введении в анестезию, соответственно, анестезиологический риск увеличивается. То есть влияние препаратов для анестезии будет иметь более негативный характер на организм животного. Но при этом все эти влияния кратковременные. Все процессы обратимы и не вызывают отложенных последствий после прекращения действия анестезии. То есть наркоз – это не яд для организма, а от наркоза не отказывают почки, печень и прочих органов. Негативное влияние наркоза не настолько велико, как влияние боли и стресса. Часто владельцы животных употребляют такое понятие, как щадящий наркоз. Щадящего наркоза не бывает. Также не бывает наркоза легкого и тяжелого. Анестезия бывает внутривенная, ингаляционная, эпидуральная, местная или общая, кратковременная или долгосрочная. Также, как уже было сказано выше, используются монопрепараты или комплекс препаратов. Чаще всего, конечно, используются комбинированные препараты, так как использование их в комплексе позволяет снизить дозу каждого препарата, что уменьшает негативные последствия. Многие владельцы считают, что газовый наркоз ингаляционный – это щадящий наркоз. Это не так. Газовый наркоз очень удобен в использовании. Животное вдыхает его и спит, перестало вдыхать – проснулся. То есть, если пациент во время операции дает какие-либо осложнения, то анестезиолог прекращает подачу газа и животное просыпается. Но есть и сложности. Например, чтобы дать такой наркоз кошке, ее нужно заинтубировать. Чтобы кошку заинтубировать, ее все равно надо ввести в наркозный сон. Для этого вводятся препараты коротковременного действия и минимальные дозировки внутрь вверх. Для кошки тяжело происходит интубация. Она травматична и болезненна, что вызывает более негативные последствия, чем использование, допустим, того же наркоза, введенного внутривенно или при использовании интуарной анестезии. Некоторым животным с сердечной патологией даже противопоказан газовый наркоз. Наркоз облегчает работу ветеринарных специалистов при проведении операции. Так как существует множество видов наркоза, то предоставляется возможность выбора для каждого отдельного случая. Под контролем анестезиолога анестезиологический риск практически равен нулю. Так как анестезиолог не только подбирает анестезию и вводит животное в наркоз, но и контролирует состояние пациента во время операции, наблюдает животное и вводит препараты для скорейшего вывода из наркоза и для минимализации негативных последствий. Поэтому не так страшен наркоз, как о нем говорят. Если у вас остались вопросы, оставляйте их в комментариях. Мы вам обязательно ответим. Подписывайтесь на канал ветеринарной клиники БиОВИД. Ставьте лайки. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!